мы последний раз как-то снимать 6 лет назад до горах 6 лет назад мы были с папой было тогда получается вы витана и мы ездили получается вот в горах я помню там кафе где дикие а домашние животные там козы какие-то куры там бегали вот хорошее место было а что тебе в жизни постит исчезли после этого что поменял ты счастливы конечно да то есть я я очень доволен я очень доволен первое то что с вами встретился вот и у хороших людей то очень сложно найти в жизни и много есть знакомых а вот тех людей с которыми можно пообщаться вот просто посидеть то конечно же таких людей очень мало я очень благодарен что с вами познакомился и с вашей компании потому что до покупки вот со многими компаниями я общался и честно говоря такой негативный был опыт в каком плане люди другие совершенно другие вот поэтому вот я рад добро пожаловать так-то еще раз наших компаний до 6 лет назад мы познакомились александр сегодня с нами друзья с вами компания арбатомс наш сайт арбатомс точка ко друзья если вы еще не знаете вы находитесь в нашем канале канал арбатомс если вы еще не подписаны на наш канал в ютубе подписываемся друзья и расскажи как тебя дела прекрасно и я очень рад что я нахожусь в алании я очень рад что есть возможность здесь проводить время вот природа хорошая пляжи классные что еще нужно вы еще живет малки да мы переехали на мальту сейчас вот приехали сюда вот на мальте жарко жарче чем здесь почему я тоже средиземным улитов да но на сегодняшний момент очень высокая температура высокая влажность и сюда приехали как на курорт если там сейчас на улицу достаточно тяжело выйти вот из-за жары то здесь прекрасно себя чувствую а почему мальта мальта почему потому что ну первая причина это то что мы хотели чтобы наши дети учили английский язык чтобы они получили европейское образование вот и могли свободно потом после завершения учебы могли свободно путешествовать по европе вот потому как без языка честно говоря очень сложно в европе и учиться жить на сегодняшний момент им уже будут открыты двери после окончания учебы именно для языка там правильно да мы именно для языка здесь красивее алания красивее природа алания ну скажу так мальта это вот такой вот небольшой камень вокруг которого вода алания это так называемый получается материк что касается природы то я вот позавчера прилетел и сразу чувствуется вот такая вот разница говорят и на камнях растут деревья нет на камнях деревья не растут здесь в алании это как мы не знаю попадаешь в место где много зелени и причем эта зелень такая вот какая-то насыщенная несмотря на то что сколько сейчас там 32 или 33 градуса а зелень просто вот такая ярко насыщенного цвета ну вот мне это нравится пляж нравится клеопатры вот здесь даже вот хочу сказать может быть это мое ощущение но вода другая ну в море вода другая я не знаю как объяснить но она другая то есть я ощущаю что она действительно они такая как на мальте чист мальта классно классно учиться классно отдыхать хорошо там жить и вот но приехать сюда отдохнуть к примеру на неделю на две то конечно же мне очень нравится как пейте дети прекрасно вот старший сын еще давно еще и родились да старший он учится в мальтийском университете средний ходит в школу в мальтийскую школу преподавание на английском языке ну там в принципе 90 процентов людей на мальте они все разговаривают на английском языке не а самый маленький ему полтора года он пока еще рано учить ему английский язык и подрастет и выучит чечен последние 6 лет у нас в нашей жизни очень много что-то поменял правда да изменилось все и причем кардинально папа потеряли да и отец царство небесное даже мы вместе снимали до 6 лет назад интервью 6 лет назад мы он тоже лишь вместе потом мы еще раз были но там съемок съемок не было мы ездили в логийскую крепость туда вот так то есть и там да там завтракали и вот это вот последняя наша была с вами встреча вот в током составе я помню хорошо ну дальше там нищие какие планы у вас здесь в алании в алании это остаться здесь или хотите все продавать уезжать или какие у вас планы достаточно простые здесь необходимо иметь квартиру и для того чтобы была возможность сюда приезжать да мы были во многих странах там и в Германии Испании Италии да мы вот в Аликанте почему так катались много разных странах были ну во-первых мы искали место где нам комфортно жить да 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 есть много комфортных мест но франция во франции наверное год мы там жили у французов свой менталитет и он особый такой это люди которые ну скажу по школе французские дети они не принимают к себе в компанию иностранцев французы они держатся вот таким вот получается кучкой и те кто не относится к французской нации то есть это те люди которые ну как бы второй сорт да они будут с тобой общаться то есть вот но все равно это это чувствуется что это второй сорт поэтому мы год там пожили и после этого приняли решение что нам нужно все-таки до этого до этого были в Германии Германии да почему в Германии не остались в Германии мы не остались потому что первое что у нас в планах было это обучение детей а в Германии на тот момент возникла ситуация что сложно было устроиться в школу в садик и мы три месяца ждали ждали разрешение на то чтобы поступить в школу и поступить в садик но за три месяца мы так такого приглашения от местных властей не получили и мы сразу же приняли решение переехать во францию потому что там у нас знакомые и они нам помогли там ходить и в колледж и в школу и соответственно мы попытались там получить образование после Германии после Германии Франция а после Франции уже Мальта да и тут основное конечно все таки язык и обучение у вас деньги так много постоянно в разные места жили разные страны жили что что деньги много наверное нет разные страны жили разные деньги уже растворились раньше раньше были деньги сейчас их уже нету вот печатный станок на котором печатали эти деньги он испортился вот и соответственно уже не на чем печатать статус не работает да Мальта еще если так вот сравнивать с Францией Мальта это страна которая открывает возможности для несовершеннолетних детей вот в плане не только учебы но и работы там есть возможность работать есть такая такое понятие как парттаймер то есть это частичная занятость да и вот к примеру на сегодняшний момент сейчас каникулы но во время учебы до четырех часов сын учится а потом после четырех часов он себе нашел работу и в кафе и подрабатывает в кафе платят ему там семь с половиной евро в час и он этому безумно рад это хорошие деньги да когда были каникулы он работал целый день и первая его зарплата сейчас скажу было тысяча пятьдесят евро он за месяц заработал и был безумно доволен это были первые его деньги вот как у несовершеннолетнего и первые деньги которые он сам заработал своим трудом и мальта в принципе в этом плане то есть достаточно открыто и для детей есть возможность зарабатывать мы тоже поступили свои сына мы тоже поступили на он тоже скоро улетает а я знаю что мир поступил в школу и будет изучать английский язык вот хорошая же вас я если вас там не были бы мы не поступили бы от его откладывали бы на следующие лета через два года так вы не за вас просто вы надежные хорошие люди там и поэтому я спокойно ну вы точно должны быть спокойный вас там не будет естественно место вас я уже там останусь и буду приглядывать за и мир вот чтобы там у него все было хорошо или там вдруг какие-то вопросы возникнут а так то конечно мы правильное решение сделали что дали возможность и миру изучать английский язык в среде в той стране где говорят на английском языке мальта же раньше колония была сейчас был приехал на сколько дней на 5 дней приехали да у себя квартира живет да а где ваша квартира Клеопатра да я живу в квартире которая тогда вот сколько шесть лет назад благодаря вам то была эта квартира куплена даже не одна квартира сколько 10 или 11 12 с половиной вот благодаря вам квартира была куплена и я очень доволен потому что это классный комплекс из всех комплексов месторасположение хорошо тогда были да то есть вот из всех комплексов это был самый лучший комплекс самый классный месторасположение месторасположение потому что Клеопатра потому что саму сердце Алания и квартира тоже сам себе большая красивая хорошая и тот момент еще хорошая сеня была и вы сейчас там живет и остальные задают арену или они пустые ну на сегодняшний момент то квартиры пустые так но у меня знакомые там живут тоже приехали они из из Киева и по состоянию на сегодняшний момент то находятся там живут а так то на сегодняшний момент сдавать в аренду я не сдаю потому что в связи с новым законом то необходима лицензия но в комплексе мы сейчас готовим документы чтобы да чтобы получить эту лицензию я думаю месяц и у нас лицензия будет уже готова потом хотите сдавать да потом сдавать сейчас это опасно не хочется все-таки штраф получить по причине отсутствия лицензии но ничего такие законы в турции они в принципе везде взять Францию Испанию Италию там тоже такие законы да там законы такие что без лицензии сдавать невозможно человек да то есть он должен получить лицензию он должен платить налоги и после этого конечно можно сдавать но оно правильно ну много людей сдают квартиры налоги не платят мы тоже неправильно еще не понятно какие люди приезжают да и понятно приедут какие-то там аферисты либо там еще кто-то очистили сейчас много людей сейчас в Алании есть вы заметили вы вчера и клёп отрабили пляже да уже контингент люди другие правда ну это как раньше так и я скажу так что для меня вообще было удивительно следующее еще лет шесть назад вот то здесь не было так ярко выраженной русской речи украинской речи сегодня в автобусе проедешь в магазин зайдешь по улице идешь необычно слышать русскую и украинскую речь то есть на мальте я уже привык к тому что на украинском языке я разговариваю только в кругу своей семьи вот а везде на английском языке а тут алания она превратилась просто в турецкий турецкий граждан тут сложно теперь найти езды русский хотя 20 лет назад и вы точно об этом знаете район оба то это было получается там было проживали диаспора немцев и я вот забыл как они даже вот обу я аланию как они называли есть какой-то городок который тоже созвучен с с названием алания в германии и здесь вот эта украинская диаспора она проживала как раз в районе оба оба да и и конечно же потом часть немцев они уже выехали из 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 турции а большинство пенсионеров которые продали свою недвижимость германии это в принципе до сих пор проживают в оба и вот я вот как раз вот вчера там встречался с одним да опять-таки благодаря вам потому что только вы смогли вот и арбат хоум указать правильное местоположение правильную квартиру правильную цену и даже сейчас сейчас очень много людей попадет как-то покупать либо там и сканете либо там какие-то деньги есть обременение очень важно надо проверить как-то покупка недвижимость надо документы тоже проверить ну вот или этого нужно через надежную компанию купить ты постоянно стоишь так как будто мы тебе должны 50 евро стоит еще большой я нам не комфортно так говорит сидит ты тоже сидели ну вопрос был по оба да да то есть ну да и по документам кстати вчера тоже вот с товарищем общались даже сегодня учитывая то что в интернете много информации да как покупать какие документы но человек все равно который приезжает сюда не знает языка турецкого потому что все госучреждения они все раз разговаривают ну люди там на турецком языке ну куда мне пойти и какие документы проверить или кому какой вопрос задать я этого не знаю и люди которые приезжают не знают поэтому тут лучше уже работать с людьми которые проверенные и доверить им проверку документов и решение всех текущих вопросов и арбатком как раз это те люди которые 15 лет на рынке недвижимости ой я не знаю сколько вы на рынке недвижимости до вас тоже были мы с вами начали работать а я думал что как по факту моего приезда вы соответственно начали работать спасибо вашей да это вам спасибо это неожиданно было вечера я тебе просто перекрестил на завтрак потом я через час подумал давай чтобы пустой не время проводить хотя бы интервью снимать потому что я вспоминаю что мы честь 6 лет назад с папой снимали поэтому я тебе попросить по телефону спасибо не отказывал я не могу вам отказать потому что ну вы такой человек а открытый б дружелюбный и вы всем помогаете всем помогаете чем можете мне вы помогли моей семье тоже помогли поэтому с моей стороны аналогично аналогичная реакция поэтому отказать ну как это невозможно спасибо тогда все будем завтракать сейчас вам тоже спасибо друзья кто нас смотрит из разной страны всем из тюрсии из алании большой привет с вами был александр и я компания arbo thombs друзья еще раз напоминаю напоминаю если вы еще не подписаны на наш канал в youtube и подписываемся и нажимайте с правой стороны есть колокольчик друзья и обязательно заходите нашем сайте arbo thombs . co arbo thombs . co через наш сайт вы можете найти для любой кошелек турецкий недвижимость всем удачи пока до свидания еще раз спасибо вам тоже спасибо да а 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